Он просто выпрыгивает абсолютно один, просто бьет в дальний угол. Здравствуйте, мы защитники Локомотива. Их моментально за самые минорные ошибки убирают нафиг. Абсолютно нафиг. Ха-ха, Локомотив дебилы. Спартаку не удалось его сбагрить в свое время, Локомотиву продал. Ха-ха. Не очень добрый вечер, дорогие друзья. Друзья, сегодня Локомотив нас снова не порадовал в чемпионате России, как и недели ранее, когда мы уступили Уралу. Сегодня это получилось еще обиднее и точно так же тупо, как и на прошлой неделе. Второй подряд соперник, которого Локомотив должен был выносить вперед ногами, оказывается нам не по зубам. Это тревожный и очень неприятный факт. По сути, этот матч проиграли ровно те же самые ошибки, которые Локомотив допускает на протяжении всей осени, всего лета. В общем, все, что в этом сезоне плохого с Локомотивом происходило, произошло и в матче со Спартаком. Для начала надо немножко назад перенестись во времени. У нас не было стримов после Лиги чемпионов. Там Локомотив отержал первую победу. Обыграли Галатасарай. Довольно уверенно это получилось. 2-0. Неплохая игра была у Локомотива. Мы, конечно, могли и, как обычно, пропустить, тут же скуксяться и ничего не забить. Но в итоге, слава богу, рикошет и еще один потом уже забитый мяч. Довершили всю картину. На матч со Спартаком Палыч вставляет ровно такой же состав, что и на Галатасарай. При том, что состав на Галатасарай мне не очень понравился. Но победа, она есть победа, значит Палыч все сделал правильно. Но, по сути, что мы имеем? Мы имеем пару Кирквилля-Чурлука, которые не были безупречны в Лиге чемпионском матче. Это, ну, определенно совершенно моменты создавал Галатасарай некоторое время, пока не получил Галатасарай. Потом еще один. Потом уже как-то надоело Галатасарай атаковать. Холодно стало, и мы их уже задавили. Но центр нашей обороны не выглядел чем-то непроходимым. Я думаю, что вы согласитесь. Слева снова был поставлен Рыбус. И Рыбус точно так же играл, как и во всех предыдущих матчах, когда он играл левым защитником. То есть очень близко к центральным защитникам, постоянно оставляя пустоты на левом фланге. Это тоже все абсолютно заметили. Справа Игнатьев, по центру Крыховик с Денисовым. И я не могу сказать, что мне нравится эта опорная зона. Вроде по именам сильные ребята, но проблемы во взаимодействии, в понимании, кто за какую сферу отвечает, по-моему, довольно катастрофические. И они проглядываются весь этот сезон. Именно об этом я и хочу поговорить. Дальше трио нападающих полузащитников. Это два Мернчука Фарфан и на острие Смолов. Но есть одно ключевое отличие в этих двух матчах. Если в матче с Глотесараем все играли на пределе своей концентрации, Фарфан отрабатывал сзади и спереди. И был каким-то таким вот Фарфаном из прошлого сезона, которого не кончаются силы, как вечный мотор. Сегодня Фарфан был гораздо менее активен. По крайней мере, в помощи Игнатьева. О чем даже Игнатьев в перерыве сказал. Но это правда, потому что раз за разом Ханни против Игнатьева оставался. И никакой страховки, никакой помощи ни от опорников, ни от Фарфана, никого нет рядом. И Смолов в матч против Глотесарая отыграл так, что мне стало казаться, что ну вот, наконец-то. Хотя бы в конце ноября, окей, Смолов разыгрался и будет, наконец, приносить пользу Локомотиву. Это было бы логично, потому что да, он тогда разыгрался в матче с Балтикой и получил травму. Ну, травму получил месяц, отдохнул, немножко набрал кондиции. И вроде вот сейчас, сейчас, сейчас он будет набирать. И уже, ладно, сейчас матч осталось мало, но тогда в следующей части сезона, во второй, по весне, Смолов уже после предсезонки будет настоящим галеодором, который будет отрабатывать 9 миллионов евро. Я буду постоянно говорить о том, что Смолов стоит 9 лямов, потому что для Локомотива это огромнейшие деньги. И нужно, чтобы футболисты, за которого эти огромнейшие деньги платили, делал результат. Пока у Смолова с деланием результата получается не очень. На дворе уже декабрь. И осталось всего ничего матчей. И один кубковый, один в РПЛ и один в Лиге чемпионов. Принципиально ничего Смолов уже изменить не сможет в первой части сезона. И получается, что матчи, в которых Смолов сделал результат для Локомотива, это, по-моему, был один с Анжи. У него там на его счету победный гол. Хорошо он сыграл с Галатасараем. Действительно, один из лучших был на поле. И казалось, что вот сейчас пускай начнется. Но то, что сегодня делал Смолов, это просто какой-то кошмар. И дело, разумеется, не в незабитом пенальти. Это бич Локомотива на протяжении последних двух сезонов. Я не знаю, можно, наверное, попробовать посчитать. Но кажется, что мы меньше половины забили точно из тех, что пробивали. И каждый раз, когда игрок Локомотива подходит к точке, я видел первое же сообщение в чатике о том, что было ощущение у человека, у болельщика, что не забьет Локомотив от пенальти. Да у меня постоянно ощущение, что Локомотив не забьет пенальти в эти два сезона. Когда нам ставят пенальти, я вообще уже не думаю о том, что ага, ну вот это вот все, уже гол верняковый. У меня вообще нет таких ощущений. Я думаю, что наши сейчас либо во вратаря пробьют, либо мимо ударят, либо, не знаю, подскользнуться вообще удары не нанесут. Я перестал верить в то, что Локомотив будет забивать пенальти. Когда он забивает, это какое-то чудо. Да, Фернандер забивал там с Краснодаром. Эдер здорово в девяти наударил, но мы вряд ли увидим Эдера, бьющего пенальти еще хотя бы раз. Да, ну конечно, это не из-за незабитого пенальти Смолова. Точно так же, как и Хейт Смолова после чемпионата мира вовсе был не из-за этого пенальти и не из-за поненки. Хейт был из-за плохой формы Смолова. И в то время, когда вся команда бегает, пытается создавать моменты себе, другим партнерам, там выгрызать мячи, Смолов играет на чистых мячах и бьет поворотом. Сегодня несколько раз у Смолова было, что вроде есть продолжение, вроде можно что-то как-то поумнее сыграть, но он бьет поворотом. Один раз это привело к пенальти и к красной карточке для Рассказова. Но в том моменте, да, Смолов тоже мог как-то спокойнее забить и решить результат этого матча, но довел до пенальти, до удаления, окей. Но до этого сколько было моментов, когда Смолов просто бил поворотом непонятно зачем. Ну и тот момент, естественно, 2 метра до ворот, 3, может, метра до ворот. Особо никто не мешает, игроки на ленточке ворот стоят, нужно просто проткнуть мяч хоть коленом, хоть как, в створ ворот. Как это сделал Фарфан, когда забил мяч, на него летел вратарь, рядом с ним есть защитник, но Фарфан просто пинает мяч коленом и мяч в эту самую сетку попадает. Потому что когда мяч летит довольно высоко, ну, защитникам тяжело его как-то выбивать. Я помню только Пуёля, который мяч на уровне груди отбивал. В остальном же, ну, защитники не вратари, им играть руками нельзя и получать там второе удаление за руки. Это не очень хорошая идея. Поэтому, ну, момент тут надо было решать и моменты другие были у Смолова, которые он тоже мог решить, потому что здоровские передачи ему отдавали. И, пожалуй, именно сегодня именно игра Смолова сделала ту самую разницу. Потому что, да, в каком бы состоянии ни находился Спартак, но игроки там собраны качественные. И сколько угодно Миша Барзыкин может говорить о том, что состав ни о чём у Спартака, но это неправда. И Луис Адриано, Зе Луиш, Хани — это игроки очень высокого уровня. И мы видим, что Хани подаёт, Адриано выпрыгивает, бьёт головой точно под дальнюю штангу. Можем ли мы себе представить что-то подобное в исполнении Локомотива, чтобы кто-то подал между двумя защитниками ровно, чтобы наш нападающий выпрыгнул и положил мяч под дальнюю штангу. Я думаю, что такое только в прекрасных фэнтезийных снах нам может привидеться. У Локомотива таких голов, не знаю, очень редко возникает. Последний, опять же, вспоминается гол Фарфана после навеса Лысого с матча с Рубином. И неплохой навес прошёл, и удар Фарфана был. Но это Фарфан. К Фарфану претензий нету. Есть претензии к Саби Кверквеле, который зачем-то делает передачу через всё поле, но в ближайшего игрока Спартака. То есть рывок дальний Игнатьева, рывок дальний Рыбуся. Все опорники находятся где-то у линии поля, и тебе нужно играть максимально надёжно. Ты обрезаешь команду. В итоге Рыбусь не успевает за своим игроком, а тебя ловит на атаке 3 в 3, там 4 в 3 Спартаковской. Мы ещё посмотрим эти моменты, потому что там тоже очень интересно, как играли футболисты Локомотива. И вторая атака, да, там Чурлука непонятно, как он играет с Луисом Адрианом, почему он запускает себе за спину, почему он даже не выпрыгивает, почему Рыбусь так далеко от этого игрока. Ну, это какой-то просто кошмар, непрекращающийся в нашей обороне. И по статистике, выкладывал эту статистику в чате Телеграма, по количеству допускаемых моментов у ворот Гильерми мы находимся реально на уровне Енисея. То есть это такое дно, что страшно с ней не присниться, что у команды Палыча может быть настолько отвратительно поставлена игра в обороне. И дело не только в центральных защитниках, дело в опорной зоне, которая позволяет нам постоянно подхватывать мячи на радиусе штрафной, наносить удары. Да, конечно, дело в том, что Перпелли с Чурлукой, кажется, принципиально не могут играть вместе. Это постоянно какой-то трэш происходит. И стоило заменить Чурлуку на Крыховика, на Джегоша Крыховика, как все отрубило. Там в центре поля один Баринов остался против всей этой полузащиты Спартака, которая так сильно давила на нас в первом тайме, что мы ничего с ним не могли сделать. Но поставили мы Крыховику и Крыховика, перед ними Баринов, и все, у нас один опасный момент у наших ворот, в который вступил в игру Гиля, случился уже на последней секунде, когда Локомотив все силы вперед бросил и просто пропустил эту быструю атаку. Крыховик великолепно там страховал Кверка, отнимал передачи, оттирал корпусом Зелуишев, в подкате забирал эти мячи. Все то, что должен делать центральный защитник, но чего не делает у нас Чурлука при игре с Крыховикой. Либо чего не делает Кверквелия, да, потому что Кверквелия, как появился Крыховик, тут же впереди там начал здорово отнимать мячи, выходил на перехваты. Я не понимаю, что с этими двумя ребятами творится, когда они выходят одновременно, но это мы наблюдаем раз за разом. Я, ну, я стараюсь каждый раз вам что-то новое говорить, потому что, ну, зачем повторять одни и те же вещи, это неинтересно. Но я не могу не говорить о том, что, как выходят Кверквелия и Чурлука в нашей обороне в центре, у нас какой-то трындец. Нам то Урал по два мяча забивает, нам, ну, это Хеведес, да, там виноват в большей степени, нам Спартак два мяча отгружает, нам постоянно влетают абсолютно глупейшие мячи, которые, ну, не должны влетать в сетку наших ворот. При этом, ну, матч со Спартаком нельзя отнести к разряду, там, отвратительных, плохих, поганых. Локомотив много играл в атаку, Локомотив много создал моментов и должен был побеждать. И вполне вероятно, если бы вместо Смолова сегодня у нас на поле находился какой-нибудь другой нападающий, то и счет в матче был бы совершенно иным. И в этой связи, ну, честно говоря, я не очень понимаю, но должен же Палыч видеть, что происходит на тренировках, что происходит в играх, что, ну, не тянут, да, там, Кверквелли и Чурлука вместе играть. Ну, так ты уже пробовал схему с Крыховиком, и она вроде неплохо работала. И сейчас, после 60-й минуты, ты снова это увидел, ты снова это сделал. Но зачем тогда вот раз за разом выпускать вот это и надеяться на авось? Ну, неужели ты не видишь, что Смолов там на тренировках, кто у нас пенальти бьет лучше всех, кто на тренировках забивает эти мячи? Потому что, ну, должно же это все как-то на тренировках быть явным, да? Неужели Смолов на тренировках все мячи кладет, играет как боженька, потом выходит на поле и растворяется абсолютно? То есть, да, матч с Глутасараем был хорош для Смолова, но получается, что это исключение из правил, да, что в этом матче он снова не был хорош в подыгрыше, не был активен, не пытался там принимать мячи, как он это делал, просто божественно, с матча с Глутасараем. Он столько верховых мячей выиграл, столько, я думаю, он за всю свою карьеру не выигрывал. А тут вполне себе боролся, вполне себе выигрывал. Не понимаю. Почему Эдер выходит так поздно? Мы проигрываем 2-0. Все, что ты делаешь, это ты меняешь одного опорника на другого опорника. И это странно. Я не знаю, вы можете, может, не согласитесь со мной, но мне кажется, при счете 2-0 надо как-то усиливать атакующие действия. Ты меняешь Денисова на Баринова. Да, Баринов, конечно, может поджать атаку лучше, чем это сделает Денисов, там забежит в штраф 0 или отдаст передачу, как он это сделал сегодня на Фарфана. Но это разве то усиление, которое требуется команде при счете 0-2? Вспомните, что было с командой год назад, когда мы проигрывали 2-0 со Спартаковым на том же стадионе. Мы сменили схему с трех защитников на двух защитников, передвинули и сделали ее гораздо более атакующей. И это сработало, потому что Спартак очень сильно гнется под давлением. Но этого давления мы не стали оказывать. И только на 60-й минуте, когда уже там остается полчаса всего, мы делаем ту самую замену, меняем, добавляем дополнительного атакующего футболиста. И вот это вот все. Дальше рыбусь на левом фланге. Что это, почему это и зачем это? Ну, сколько нужно матчей нам провести, чтобы, ну, сколько еще раз рыбусь должен на левом фланге накосячить, чтобы понять, что это плохо работает. Возможно, из-за самого рыбуся, из-за того, что ему никто не помогает. Потому что Антон Миранчук – это, ну, откровенно говоря, не лучший фланговый полузащитник, и не тот человек, который будет бегать по бровке и страховать рыбуся. Почему Фарфан в прошлом матче страховал Игнатьева, а в этом снова Игнатьев жалуется, что ему никто не помогает? Это какие-то постоянные систематические ошибки, от которых в прошлом году нам удалось избавиться. Но в этом году они все выползли вновь. И, откровенно говоря, это немножко раздражает. Мы не должны были проигрывать Уралу. Банальные вещи ты делаешь, и мы не проигрываем Уралу. То же самое, вот поставь, ну, Фарфан, наверное, на Урал не был готов играть, да, мы это знаем, и он в запасе остался. Но все равно, мы видим, на Голодосарае дали Фарфану задание – помогай Игнатьеву, и все, и нет никакого Гарри Родригеса. И было бы это самое задание в первом матче с Голодосараем, мы бы и там им не проиграли 3-0. Может быть, проиграли бы, может быть, вообще бы очки набрали какие-то. Но точно Гарри Родригес бы нас не возил так, как он это делал в Турции. Просто банально ты дал задание крайнему полузащитнику, вот играешь, помогаешь Игнатьеву. Сегодня этого снова не было. Этого не было месяц назад. А год назад это было. И это все очень странно и очень непонятно. И странно, да, что у нас некоторые футболисты раз за разом могут косячить, типа того же Чурлуки, но они все равно будут играть. Хевидас, который, по сути, накосячил на позиции правого защитника, на котором он не должен был вообще играть. И в матче с Порту, в матч, который, наверное, самый нереальный для Локомотива был, самый сложный, самый сильный соперник, да еще и на выезде, там Хевидас наошибался вдоволь. И после этого на Хевидасе ставят крест. Баринов ошибся, на Барина его поставили крест. Но мы видим, вот он сейчас выходит в центр полузащиты, и он в одиночку делает ту работу, которую делали Крыховик и Денисов. При этом еще и голевую передачу умудряется отдать. У меня нет ощущения, что Локомотив сейчас играет оптимально для себя. То есть пытается использовать все свои сильные стороны и скрывать свои слабые стороны, потому что раз за разом, матч за матчем, у нас слабые стороны на показ выставляются, а сильные каким-то образом нивелируются. Например, навесы на Федора Смолова. Почему? Вот я знаю, что вешать, навешивать на Федора Смолова – это абсолютно бесполезная затея. А футболисты и Локомотивы этого не знают. И сегодня было как минимум две подачи верхом на Смолова, которые он, разумеется, в штрафной проиграл. Это удивительное дело, потому что, ну, Смолов не забивает головой. Это просто статистическая данность. К счастью, проблемой есть абсолютно всех клубов РФПЛ, кроме Краснодара, который потихоньку начинает понимать то, что его счастье не в Куэвах-Пирейрах, а в Игнатьеве и Сулейманове. Если бы они поняли это в начале сезона, то сейчас бы даже «Зенит» особо не рассчитывал на чемпионство. Но я думаю, что и так Краснодар должен доползти до своих золотых медалей. А все остальные обладают огромным количеством проблем, и Локомотив среди них не исключение, к сожалению. Хотя наши проблемы, они абсолютно надуманы. И мы могли бы играть не хуже, чем Краснодар, на мой взгляд. Но это постчемпионский сезон, синдром тоже, да, надо понимать. И об этом мы тоже говорили перед началом сезона, что есть игроки, которые не будут играть на том же самом уровне, что играли в чемпионском сезоне. Это Денисов, это Фарфан, это Чурлука. Ну, Чурлука не после сезона чемпионского, а после чемпионата мира. Но тоже понятно, что после такого эмоционального всплеска футболисты не будут играть стабильно на хорошем уровне. Тем более они довольно возрастные ребята. Что сделал Локомотив? Локомотив ничего не сделал по этому поводу. Локомотив купил Федора Смолова. И поехали. Блин, тут не показывают момент с самого начала, да? Куда конкретно выбил Кверквелия мяч, куда пошла передача. Но вот смотрим мы атаку, которая идет. Три у нас защитника. Раз, два, три. И три фактически нападающих Спартака. Раз, два, три. За четвертым. Это Мельгареха, видимо, набегает рыбу. И в центре поля здесь крыховик. То есть чисто количественно Локомотив не проигрывает Спартаку в этом моменте. Но что делает Локомотив? Локомотив не следит за игроками. То есть вот Денисов как бежал по своей траектории, так и прибегает помогать Кверквелии. На хрена вы бежите в быстрой атаке, вам нужен каждый человек абсолютно на счету, да? То есть каждый человек важен. В итоге получается то, что Зелуиш прикрепляется к Чурлуке. Чурлука начинает играть с Зелуишем, но за спину забегает Глушаков. И Чурлук уже не может играть одновременно. И с Зелуишем, который побежит на ближнюю штангу, и с Глушаковым, который побежит на дальнюю штангу. Рыбусь, очевидно, не успевает из-за обрезок Кверка. Все наши крайние защитники достаточно далеко убежали вперед. Естественно, Денисов должен был играть по Зелуишу. Чурлука тогда бы встречал Глушакова, и такого бы не было. Может быть, Ханни бы обыграл один в один Кверквелию. Хотя, ну, неужели Денисов настолько не уважает Соломона? Но мы видим, что получается вот так вот. Два человека пытаются накрыть Ханни, но оба даже не близко к этому. Чурлука сейчас побежит за рывком Зелуиша. А Глушаков абсолютно один. Естественно, никто ему помешать уже не может. Это как? Ну почему? Это же бред. Ну нельзя же так играть. Это быстрая атака, не позиционная атака. Все должны, ну вот, по максимуму, максимально эффективно разобрать игроков. И мы видим то, что мы просто бросаем одного футболиста на дальней штанге. Вот. Два человека на Ханни, но при этом даже не близко к нему. Зато два спартаковца в штрафной абсолютно не прикрыты. Чурлука контролирует рывок Зелуиша. Если что, бы он все-таки его накрыл. Но, естественно, мяч идет дальше, и это логично. Не знаю, это просто бомбление от игры обороны Локомотива. И да, можно ругать Кирквелю за то, что он сделал такой обрез. Но разве остальная оборона Локомотива сыграла в этом моменте лучше? Наш удар в створ один из многих. Опять же, да, ну вот давайте посмотрим. Удар Криховика. Вот здесь вот на углу забегает Миранчук. Вот, вот, серьезно, вот этот удар, он насколько был нужен. Почему не катить в штрафную на Миранчука, который прострелит вдоль ворот? Абсолютно же свободная зона. Зачем ты бьешь? Ну, вот таких вот ударов у нас сегодня было много. Вот еще один замечательный удар, да? Вот вы говорите, почему наши не бьют? Ну, логично же, почему не нанести удар, да? Там один фланг свободен, другой фланг свободен. Можно отыграться со Смоловым. Да нет, зачем же? Это же опасно. А вот момент со Смоловым и непопаданием в створ ворот. Опять же, да? Сейчас мы посмотрим. Но как шикарно закрывается Смолов. Оп, стоит. Два человека уже перед ним, два. Он стоит, ждет передачу. То есть не куда-то вот сюда вот отскочить, куда передача-то еще могла прийти. Он стоит и ждет. Ну, и здесь вот как. Не успевает Джики, но никак не успевает Джики помешать. Берешь щечкой вправо, влево, по центру, низом, верхом. Это необъяснимо. Это просто необъяснимо. Джики даже не смотрел на этот мяч. Он отвернулся от мяча. Еще один удар в створ. Еще раз. Локомотив не бьет, очевидно. Здесь, да, можно отдать сюда на фланг. Можно отдать внутрь штрафной. Но мы скидываем под удар. И этот удар наносится. Разумно это? На мой взгляд, нет. Тем более Игорь Денисов. Ну, тот еще, да, у нас забивальщик. Посмотрим, как играет наша опорная зона. Вот просто скриншот. Идет навес в центр штрафной нашей. Центр нашей штрафной. И вот просто скриншот того, что у нас происходит в нашей опорной зоне. Вспомните вот минуты ранее момент, как Денисов бил. И как у нас все это происходит. Где Денисов? Где Крыховик? Что они делают? Хорошо, что тут помешали. И хорошо, что Адриана стоит в офсайде. Но, блин, это что вообще? Ну, как вы так играете? Вы вышли играть против Спартака? Или вы просто на тренировке находитесь? Кого вы тут кроете? В том, что вот реально два человека здесь находятся. У нас тут Фарфан внутри штрафной, Игнатьев внутри штрафной. Но ни Крыховика, ни Денисова. Ну и, соответственно, Галешник. Насколько приятно иметь человека, который умеет навешивать? То есть, вроде бы, не должна была быть сильно опасная ситуация. Да, Игнатьев дает навешивать. Но с таких позиций навесы это нормальное дело. Нельзя навешивать давать вот там с края штрафной. Отсюда, окей. Навешивайте сколько влезет. Кстати, почему у меня не полная картинка? Давайте полную покажу вам. Ну, так и защитники должны играть. Чурлука видит Адриану. Вот Чурлука, вот Адриану. Вот Чурлука, вот Адриану. Почему? Вот почему? Почему Рыбус не играет вместе с Адрианом? Пошел бы ему спину поставил. Это медленный момент. Это очень медленный момент. Это не какая-то быстрая атака. Вы прекрасно видите всех игроков. Он просто выпрыгивает абсолютно один. Просто бьет в дальний угол. Здравствуйте, мы защитники Локомотива. Ну, это реально бомбит с такого. Это моменты, которые происходят из ничего. И Спартак их забивает. Локомотив создает какие-то, ну, вот, конкретные моменты, с которых, ну, не забить сложнее, чем забить. И мы их не забиваем. Смолов. Во-первых, Смолов ни от кого не убегает, что довольно забавно. Во-вторых, на дальней штанге мчится Фарфан, которого не успеет перекрыть вот этот вот защитник. Ты катишь вот по такой траектории, вот, по такой траектории левой ногой, аккуратненько. И Фарфан замыкает в пустые ворота. Никто не сможет помешать этому мячу. В первом тайме была ситуация, когда Фарфан катил на Смолова, но там было четыре защитника просто в линию выстроены, и никак мяч не проходил. Здесь спокойно катил мяч вдоль ворот, и спокойно Фарфан замыкает. Там попал-не попал уже его проблемы, но ты обязан так играть. Что делает Смолов? Смолов останавливается, разворачивается и под удар Фернандешу. Интересный момент. Не знаю, может быть, Фернандеш, конечно, так навешивал. Но, возможно, да, он навешивал на Антона Миранчука. Но по факту это было больше похоже на удар. Здесь интересный момент, что кажется то, что Смолов мог бы одним касанием просто левой ногой перекидывать мяч в ворота, но выбрал более интересное продолжение. И что еще отмечить хочется? Что далеко не факт, что мяч бы залетал в ворота. Вот он бьет, и здесь два защитника примерно по траектории удара Смолова. Мяч попадает в руку, и, по-моему, это довольно очевидно. Некоторые там пытались спорить, что то ли в подмышку, то ли в предплечье. По-моему, мяч, очевидно, попадает в локоть, который выставлен над головой. Сейчас на крупном повторе, по идее, должно быть видно. Попробую вам остановить. Вот видите, да, откровенно мяч попадает в этот локоть. Вот так вот рука выставляется. Мяч вот сюда вот впадает, но это рука по любым абсолютно правилам. Смолов разбегается, бьет в штангу. По пенальти на самом деле вопросов минимум. Кроме того, что почему мы, блин, их не забиваем. Здесь Фарик умничка проткнул, блин, наконец, мяч в ворота. Отметьте, можно разве что гениальную передачу Баринова. По центру просто тупо за спину игроку Спартака, что как бы символизирует уровень игры обороны Спартака. Ну и коленом Фарфан протыкает мяч. Фолла тут никакого не было. Ну, то есть, как бы касание по Реброву было, но это сам Ребров влетает, а сначала Фарфан играет колено в мяч. А еще все заметили, что победный состав не меняют, но вот турниры разные. В итоге из-за этого состава второе поражение подряд в РПЛ. Есть такое, и я не понимаю, почему состав после Голдсера не поменяли. Помните, тоже год назад я бомбил с того, что мы не поменяли состав после Зенита, и мы следующий матч проиграли Шерифу в Лиге Европы. Мы тогда суперкрутой матч, спасибо большое за фоллоурусик, суперкрутой матч выдали против Зенита, максимально сконцентрированный, все выдались просто без остатка, и Палыч ставит тот же самый состав на Шериф, и они играют как будто, ну вот, просто в пол ноги. Они не могут заставить себя играть в футбол. На скамейке сидит куча ребят, которые могли бы сыграть, но они не играли. И мы в итоге Шерифу проигрываем сразу после победы над Зенитом, и еле-еле вырываем победу над, ну, первое место в Лиге Европы каким-то чудом просто, с победой над Копенгагеном на заказ и над Злином. Согласен ли ты, что нам нужен качественный центральный защитник и два крайних качественных защитника по типу Рамиреса или Фернандеса зимой, и это цели номер один? Прямо сейчас качественный центральный защитник, я думаю, что нам не очень нужен, потому что у нас так их довольно большое количество. И я не думаю, что мы можем взять и купить игрока, который будет лучше, чем Чурлука. Просто взять и купить. Ну, вот у нас есть вице-чемпион мира, у нас есть чемпион мира, у нас есть Кверквелли, и мы сейчас возьмем и найдем где-то на рынке зимой центрального защитника, который лучше, чем вот эти трое. Это, скорее всего, будет очередной колкер какой-нибудь пьяницы из Англии, которого кто-нибудь из своей команды выкинул. То, что мы купим топового центрального защитника, я, извините, не очень верю, потому что мы 9 миллионов на Смолова уже потратили, у нас там осталось 1300 заныканных в левом кармане. По поводу крайнего защитника, это более интересная идея, потому что они и в большем количестве можно качественных футболистов найти. Крайних защитников вообще в мире довольно много. И там Краснодар находил Рамироса, мы тоже можем что-то подобное провернуть. На самом деле там 2-3 миллиона, и ты найдешь качественного бегунька, который умеет навес нарешивать. Вот есть картинка, которая показывает, кто как бьет пенальти. У Фернандеша 2 смазанных пенальти, цифра 1 и цифра 6, это как раз Порту и ЦСКА. За это время он забил Краснодару, Амкару, Уралу, Ницце, Злину, потом в Тыварнике Рудеру, Уралу, Амкару тому же. Это вот все за 2 года. Вот количество пеналей, которые он положил. И смотрите, как они хорошо летят. Все в уголочек. 2 не забил. Окей, но это со всеми бывает. Вот как бьет пенальти Смолов. У него один выше вылетел, один здесь взял вратарь на единичке, и на десятке тоже взял вратарь. Классные удары прямо под штангу, в том числе и вот как он сегодня едва не забил, попал в штангу. Это номера, не вижу какие там, 4 и 6, по-моему. 4 и 6, это Ростов и СКА Хабаровск. Они у него залетали под штангу, в этот раз не залетели. Ну, окей, бывает. Вот Леша Миронов, да, у нас тоже хорошо бьет пенальти, но почему-то все в один угол, но вратари не достают. Там, видимо, сила хорошая. И есть еще Рома Тугарев, который прям вот вообще идеальную траекторию выдает, недостижимо для вратаря, но иногда промахивается. Две перекладины, один раз свыше ворот. Меня до сих пор бомбит, с того, что мои два колкера не привезли в локомотив. Потому что кто-то нашел этого парня, кто-то одобрил этого парня, и только в последний момент колкер не захотел ехать в локомотив. Кстати, где он сейчас? Так вопрос только в Чурлуке. По твоей предыдущей речи было это ощущение, что ты говоришь про очень многих футболистов. Плохо играет Рыбась убирать, плохо играет Смолов, Игнатьев, Денисов, Фернандеш тоже. Я говорю о том, что у нас сильнейшие футболисты сидят на лавке, а слабейшие футболисты играют и раз за разом, раз за разом. И когда сильнейшие футболисты лажают в каких-то моментах, потому что без косяков никто не может играть, их моментально за самые минорные ошибки убирают нафиг. Абсолютно нафиг. То есть все, вот Баринов чуть-чуть там не доработал где-то, мы не проигрывали из-за этого, мы не пропустили гол. Он просто чуть-чуть где-то не доработал, там желтую карточку получил. Был не так ярок, как обычно. Все, Баринова нету следующие пять матчей, вот сегодня он только вышел на замену. Когда косячит Денисов, когда косячит Крыховик, когда косячит Кверквелли, они все время выходят и на следующий матч косячит снова. На следующий матч выходят и снова косячит, и никто их не посядет в запас. Это раздражает. И да, сейчас я не знаю, кто мог бы сыграть принципиально лучше Рыбусе, но Хеведас выходил на левый фланг, и Хеведас слева играл великолепно. У меня не было ни одной просто по марке КГ Хеведасу на левом фланге. Выходит Идову, выходит Рыбус, и я просто в шоке от их игры. Но Хеведас не выходит больше. Почему? Вот кто может мне ответить, почему Рыбус считается игроком основного состава, а Хеведас не считается игроком основного состава? Если кто-то, у кого-то есть ответ на этот вопрос, я с удовольствием его выслушаю. То же самое у меня по линии центральных защитников. Почему раз за разом у нас выходят Кверквелли и Чурлука, и дело не в Чурлуке, дело в связке. По отдельности и Чурлука меня устраивает, и Кверквелли меня устраивает. Вместе они выходят, и это ужасно, и это с первого же матча, и это было еще в прошлом сезоне. И более того, я скажу, что это было даже, когда Кверквелли только приходил, их пытались в три защитника с Печиновичем выставлять, и это тоже было плохо. Они вместе играют уже который год, и вместе они играют отвратительно. Вышел Тугарев, сыграл здорово, но его посадили в запас на несколько матчей. Антон играет отвратительно, его не сажают. Леша играет отвратительно, его не сажают. Мануэл Фернандеш играл отвратительно, его каждый матч выпускали, пока вот он сейчас якобы травму не получил, и вообще не перестал в футбол играть. Все, пока, пока, спасибо большое за то, что были, смотрели, фоловились, и даже 200 рублей задонатили. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok